Доброго здравия, друзья! Вас приветствует Клуб Идеального Зрения Искра Света. Я его руководитель и зовут меня Кастанда Светлана Яковлевна. Я создала клуб для ценителей хорошего зрения. И я здесь сегодня с вами для того, чтобы помочь восстановить зрение, избавиться от болезни глаз и пользоваться данным вам идеальным зрением Бога. И у сегодняшней нашей встречи большое и счастливое будущее. А теперь, перед тем, как начать свой вебинар, поставьте, пожалуйста, десяточки, если меня хорошо видно и хорошо слышно. Если нет, то напишите, что бы вы хотели улучшить. Так, пошли десяточки. Отлично. Всё. Значит, можно продолжать. Когда-то я сама имела близорукость, а с возрастом к ней прибавилась ещё дальнозоркость. Но 12 лет назад успешно исправила все нарушения. И сейчас вижу даже мельчайший текст на любом расстоянии. И вдали, и вблизи. Благодаря научным разработкам выдающегося учёного, офтальмолога Уильяма Горацио Бейтса. И уже 10 лет помогаю людям избавляться от очков, линз, исправляю близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие. И оздоравливать глаза от глаукомы, катаракты, отслоения сетчатки и других проблем с глазами. А сейчас я хочу рассказать вам небольшую притчу. Притча называется «О счастье». Бог слепил человека из глины. И остался у него неиспользованный кусочек. «Что ещё слепить тебе?» – спросил Бог. «Слепи мне счастье», – попросил человек. «Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины». Друзья, если вы хотите хорошо видеть, то вы это сможете сделать только своими руками. И вам в конце вебинара будет это всё понятно, что именно вы и только вы самостоятельно самостоятельно сможете исправить зрение и видеть так же хорошо, как в очках, и даже лучше в 10 раз. Сегодня я представлю вашему вниманию правдивую, хорошую, полезную методику. Кстати, самой пожилой пани, которая проходила у меня курс, было 92 года. И она исправила своё зрение буквально за 5 дней. И через 3 месяца ей сняли диаметр, катаракт. А курс был групповой, очный. И вся группа спросила у этой пани, «Ну а вам-то зачем это надо? 92 года». И она сказала фразу. А сказала, «Хочу зрячей жить». Поэтому, если вы хотите жить зрячей, сохранить своё зрение, всегда видеть и вблизи, и вдали идеально, значит, вам нужно для этого что-то для себя сделать. А сейчас давайте будем работать вместе. Если вы хотите сегодня получить пользу от нашего вебинара, значит, давайте работать активно. Ну, активность уже есть, я вижу. Практически все что-то отвечают на мои вопросы. Я сейчас веду курсы постоянно. Очные, заочные, практически каждый день. Тем более у меня сейчас онлайн, портал и так далее. Я очень хорошо изучила, в принципе, все ваши проблемы. И поэтому, если вы хотите, чтобы я ответила именно на ваши вопросы, именно о вашей проблеме, тогда работаем сегодня интенсивно. И всё будет хорошо. Ещё раз повторяю. Зрение мне дал Уильям Горацио Бейтс, его научные разработки. И первый вопрос вам. Кто слышал это имя? Напишите плюсики. А кто уже пробовал исправить зрение по этому методу, то напишите несколько плюсиков и напишите, а что конкретно вы делали и что у вас получилось. Ну, даже можете не писать, что конкретно вы делали, потому что методика, она пошаговая. А хотя бы напишите, а что вы получили? Вот что вы получили? Какой у вас был результат? Как вам это удалось? Эльвира не получила, потому что у неё минус восемь с половиной. Вполне возможно, Эльвира, что вы занимались самостоятельно. То есть вы не знали, как и я, по какой, как идти, что делать, что именно вам полезно, а что не надо делать. Свой метод Хорио Морацио Бейтс разработал ещё в начале 20 века. И с тех пор он признан во всём мире как самый научно обоснованный, эффективный для устранения близорукости, дальнозоркости, астерматизма, косовлазия. А Бейтси ходили легенды, что у него прозревают даже слепые. Есть такой писатель, американский Хакси, фантаст. Он был признан от рождения слепым. И он восстановил своё зрение этим методом. И свою первую книгу посвятил Бейтсу. Так и назвал. Увидеть невозможное. Кстати, свою первую книгу, «Как не дать глазам пропасть», я тоже посвятила Бейтсу. Друзья, мир вздохнул с облегчением. Вот оно, средство вечной молодости глаз. Сейчас я включу презентацию. И мы продолжим наш вебинар. Сейчас чуть-чуть подстройку сделаю. Так, интересно. Сейчас попробую переставить. Получается, справа налево перейти. Итак, методика рекомендована от 7 лет до 90 и более. Моя методика, которая основывается на научных разработках у Ильяма Горатсу Бейтса. Почему от 7 лет? Потому что до 7 лет надо по-другому эту методику преподавать. И такой курс у меня есть для детей, детский. Но 90 и более, это значит, что для всех проходит. Подходит. И при любых зрительных проблемах. И остеоматизм, и дальнозоркость, и косоглазие, и даже болезни глаз. А вот перед вами портрет этого выдающегося ученого Уильяма Горатсу Бейтса. Вот когда я самостоятельно изучала метод, у меня были трудности большие. Отсутствие пошаговой методики, наставника. Я не знала, как выбрать те приемы, которые подходят для решения именно нашей проблемы. Не знала, в какой последовательности, в пошаговой схеме работает этот метод. Ну и еще мало понимала суть его. Не знала систему безопасности. И поэтому, после того, как я сама себе восстановила зрение, я решила, что для того, чтобы каждый человек мог воспользоваться этой невероятно эффективной методикой, можно что-то сделать по-другому. Ведь Бейтс был ученый. И все свои работы он писал для врачей, для ученых, а не для пациентов. Хотя имел клинику в течение 30 лет и методику свою отрабатывал. И поэтому нужно сделать такую методику, чтобы каждый человек мог легко освоить. И вот такую методику я и создала. И все, что теперь вам необходимо делать, это просто следовать той инструкции, которую я даю. Ну а поскольку я практически каждый день веду курсы, постоянно сталкиваюсь с вашими проблемами, то хотелось бы прямо на этом вебинаре, чтобы вы написали, какая проблема со зрением вас сейчас больше всего волнует. Вот что, из-за чего вы здесь на вебинаре. Напишите, пожалуйста. Может быть, ухудшается, стало ухудшаться быстро в времени. Может быть, появились мушки перед глазами. Может быть, что-то еще. Напишите, что сейчас больше всего волнует вас и вы хотите исправить. И именно это вы сегодня, мы и попробуем ответить на эти вопросы. Глаукома, катаракта. Да, обязательно об этом расскажу, Надежда. Вот, еще тоже глаукома, катаракта. Ну а остальные что? Друзья, помните, я говорила вначале, будьте интенсивно работать, все получите. Прямо сегодня кто-то из вас улучшит свое зрение. Не верите? Подождите, то ли еще будет. Зрение постоянно ухудшается. Ага, ощущение песка в глазах. Ну, мага, это не старческая дальнозоркость. Это возрастная дальнозоркость, которую вам сказал врач. Я тоже об этом вам расскажу. Что это неправда. Можно, в любой ситуации, можно исправить зрение. Да, так говорят врачи. Так говорят врачи. Слезятся глаза. Ну, значит, все мне понятно. Все, идем так, как я и задумала. Чтобы вы получили максимум пользы и максимум узнали о всем том, о чем вам необходимо знать для того, чтобы свое зрение улучшить. Ну, вот перед тем, как продолжить, я хотела бы обратить ваше внимание, сделать небольшой тест. Вот на той картинке, которая сейчас у вас перед глазами. Чтобы вам в дальнейшем было легко понять, а что, собственно говоря, исправлять, и как это все работает, как работает наша зрительная система. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. На слайде картинка. Лестница. Посмотрели и увидели, куда ведет лестница. Вверх или вниз. И написали. Кто как видит. Кто видит вверху. Кто вниз. Пишем. Это очень важно для вас. Смотрим и пишем. Как вы видите лестницу. Кто видит, что она ведет вверх. А кто видит, что она ведет вниз. Вверх или вниз. Так. Отлично. Друзья, а вот теперь вопрос следующий. Вот те из вас, кто увидел, что лестница ведет вверх. Попробуйте посмотреть еще раз. И увидеть, что лестница ведет вниз. А те, которые увидели, что вниз, что лестница ведет вверх. Попробуйте. Попробуйте это сделать. И вот чудо. Вдруг кто-то все-таки увидит, что лестница ведет. Вот. Смотря как стоять. Вернее, смотря как смотреть. Молодцы. Вы должны сейчас попробовать увидеть, что лестница ведет и вверх, и вниз. Вот я для легкого исполнения хорошего понимания, я создала методику, учитывая свой опыт. Научные разработки Бейтса. Ну, современные, конечно, технологии. Подходит взрослым детям. И прошла уже апробацию более чем 10 лет. Итак, друзья. Почему же так получилось? Что когда вы первый раз посмотрели, вы увидели, что лестница ведет только вверх. А вот когда я сказала, попробуйте увидеть, что лестница ведет и вниз, вам это удалось. Как вы думаете, почему? А все потому, что зрение у нас не зрение, а у нас зрительная система. Ученые говорят, что глаза — это всего лишь рука мозга, которую он вытащил в окошко, чтобы посмотреть, ну, что там делается. И мы видим не глазами, а при помощи глаз. А вся информация у нас обрабатывается в мозге. И как он это делает, так мы и видим. А вот картинка, конечно, сделана в качестве иллюзии, чтобы можно было и так, и это поведеть. А теперь, друзья, представьте, что вы в натуре подходите к лестнице и видите, что лестница ведет, к примеру, вверх. А на самом деле она ведет вниз. Куда вы попадете? Подумайте об этом. То есть ваш мозг определил, что лестница ведет вверх, а она вниз. Поэтому от того, как интерпретирует информацию мозг, и зависит наше видение. И поэтому, если мы хотим хорошо видеть, значит, работать над эсмольском. Об этом чуть позже. Но теперь вам хоть чуть-чуть станет более понятно то, что я вам буду рассказывать. И, кстати, вот на основе вот этих иллюзий работают все иллюзионисты. Ну, например, в цирке, да? Он вам показывает, «Посмотрите, у меня в руках три шарика». Вы говорите, «Да, конечно». А там шариков нет. Там, допустим, просто тень от шарика. А вам сказали то, что вы должны увидеть, и в это вы в это поверили. Вот так. Все просто. С одной стороны. А с другой стороны? А с другой стороны нужно задействовать мозг. Сегодня вы узнаете пять основных правил идеального зрения, которые вам следует соблюдать для того, чтобы зрение улучшалось, а глаза стали здоровыми. Конечно, эти правила в первую очередь подходят для профилактики. Потому что, если у вас минус восемь или глаукома, или катаракта, одними правилами профилактики уже не обойтись. Помните поговорку, «Поздно пить боржоми». Да, эти правила любому человеку крайне необходимы. Но, к сожалению, чтобы исправить зрение, нужна пошаговая методика. Нужно гораздо больше. И вот то, что я преподаю. Вот это моя методика и на это и направлена, чтобы помочь вам именно исправить зрение. Итак, проведем еще один тест. Вполне возможно, кто-то из вас думает, что слабое зрение это всего лишь бытовое неудобство. Ну вот очки. Но они выдают возраст, когда человеку около сорока. Ну, понятно, посмотрел на человека, ему около сорока. Так и думаешь, наверное, уже около пятидесяти. Ну, какая же женщина хочет этого? Я лично не хочу, поэтому очки не надевала. Не надевала и ранее, хотя имела слабое зрение. А сейчас так тем более. Радуюсь в жизни, что они не ухудшают мою внешность. Дальше. Ну, разбиваются и так далее. Надо их периодически менять. И все. И не сопоставляете качество своей жизни со своим слабым зрением. А сейчас, сейчас мы проведем небольшое тестирование. Вполне возможно, вполне возможно, что вы что-то найдете такое, что вы не связывали со своим слабым зрением. Ну вот. Но это напрямую зависит от того, насколько у вас зрение. А очки – это не стильно. И лично я всегда смотрю, если человек в очках, то я знаю о нем очень и очень многое. Например, если человек в очках, у него слабая память. Да, память напрямую зависит от того, как вы видите. С ослаблением зрения ослабевает память. Хорошо ли выдавать это? Нет, это совсем не стильно. Итак, значит, координация движения и плохое зрение. Тест координации. Ищем, кто из вас что здесь найдет. Спускаться по лестнице не любите. Часто задеваете предметы. Как сказала одна моя курсантка, все улы мои, поэтому, говорит, руки все в синяках. Танец для вас – это вальс медведя в толпе. У вас нарастает тревога. Все время контролируйте, где же вы у них. Носки ботинок и туфель сбиты. Часто спотыкаетесь. Плохо видите в сумерках. На память стали слишком часто жаловаться. Есть такое? Вот, если что-то нашли, пишем. Трудности при чтении. Шрифт расплывается, отдельные строчки сливаются в линию, иногда буквы танцуют. Начинает болеть голова и глаза, когда длительно читаете. Вгоняет в сон. Избегаете читать толстые книги. А я, наоборот, их обожаю. Притом с очень мелким шрифтом. Потому что, когда, допустим, я отправляюсь в командировку или в самолете, или что, мне нужна книга. Ну что же там 300 страниц? Да я за три часа ее прочитаю, особенно если крупный шрифт. А мелкий, допустим, 400 страниц, так мне на 4 часа может и хватит. Устаете и перестаете понимать, устаете и перестаете понимать смысл читаемого. Перечитываете предложение, чтобы понять смысл. Иногда, а может часто, не можете попасть на начало строчки взглядом. То есть, как бы с конца переместились на начало, а не нашли начало строчки. Начинаете сказать, где же этот смысл. Ну, цены в магазине, понятно, что не видны. Так, что нашли, пишем. Еще. Вот вполне возможно, что вы не любите ходить к врачам. Я тоже к ним не хожу. И не знаете о том, что с вашими глазами сейчас происходит. Ну, сейчас мы протестируем, что возможно у вас уже есть, но вы на это не обращали внимания. Вот несколько признаков таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, отслоение сетчатки, макулодистрофия. Все признаки примерно одинаковы. Итак, стала появляться боль в глазах. Головные боли стали доставать, особенно вот в районе лба. Ореолы вокруг источников света. Например, глянули на ярко освещенную лампу, а вокруг нее орех. Расширенные зрачки, постоянное ухудшение зрения, стали часто менять деб в тревочках. Глаза красные, чувство влажности в глазах. Иногда глаза как будто плавают в озерах со слезами. Песок в глазах. Мужки летают. К примеру, утром проснулись, открыли глаза, посмотрели на потолок, а там мужки летают, какие-то мёбы, туманчик стал появляться, то какая-то сеточка, то царапки в глазах, то как будто что-то постоянно попадает. Яркие цвета потускнели. Эти признаки могут длиться в глазах в течение нескольких часов, затем возобновиться через какое-то время. Мужки особенно. Сначала летала одна, теперь летает несколько, а теперь уже даже, допустим, какая-то точка, которая не вылетает. Она просто постоянно находится. Вот. Это и есть признаки. Либо глаукомы, либо катаракты, либо отслоение сетчатки, либо ещё каких-то болезней глаз, которые ведут человека к слепоте. И об этом я тоже расскажу. Эти признаки, вот согласитесь, не слишком вас достают, чтобы прямо раз и побежать в больницу. И они самое плохое, что они не болезненные. А вот когда заболит и когда вас начнёт доставать, то это вполне возможно окажется уже поздно. Опустится чёрный занавес. Либо катаракта, либо глаукома. То есть зрение пропадёт. Что, впечатляет? Нашли что-то, что вас беспокоит? Пишем. Конечно, вы мало задумывались о том, почему так трудно работать или водить автомобиль. И часто не сопоставляли состояние своего здоровья и качества жизни. А в результате многие из вас не подозревают, что вынуждены заниматься совсем не тем, к чему в жизни есть склонность. Я не говорю уже о тех профессиях, которые требуют невероятной страты зрения, там, лётчики и так далее. Нет, друзья. Вполне возможно, что вы сейчас задумывались о том, чтобы поменять профессию, работу. Ну, например, а какую бы работу вы, из-за того, что зрение постоянно ухудшается, и у вас такие проблемы стали с глазами, какую работу вы себе в первую очередь начинаете думать о какой? Ну, конечно, у компьютера, да? Сидишь дома, что-то тут вот делаешь, и вот как-то и хорошо. А что в результате? Вы будете очень долго находиться у компьютера, а не знаете, что делать для того, чтобы помочь своим глазам, как правильно обращаться с компьютером, как правильно читать, как снимать напряжение, как наснимать усталость. В результате этот компьютер нанесёт вам дополнительный вред. Не сам компьютер, а именно вы себе нанесёте вред из-за того, что вы очень многого не знаете. Но сегодня у вас есть шанс. Вы молодцы, потому что пришли на вебинар. Я вам расскажу базовые основы, что делать для того, чтобы, ну, хотя бы компьютер не наносил вам вред. А теперь ещё тестируем себя. Вопросы на засыпку. Бывало у вас такое, что вы смотрите на один объект, допустим, на часы у себя дома там или где-то. И иногда вы видите хорошо стрелочки, а иногда плохо. Было такое. Пишем, если было. Это раз. Второе. А задумывались вы над тем, к примеру, что вы можете хорошо видеть, допустим, вблизи, ну, и читать книгу, да? Ну, вот почему-то вдали вы не видите лица друзей. Либо наоборот. Ну, так хорошо всё вдали. Но вот книги буковки расплываются. Вопрос вам. Ведь если вы видите на каком-то расстоянии, да? Ну, значит, с вашими глазами всё в порядке. Они живые. Они видеть могут. Единственное, что они могут тут видеть, а вот тут нет. То есть не в каждой точке пространства могут видеть. Ведь если сопоставить, допустим, работу глаз с работой мог, да? Вот человек стал хромать, не может на ножку наступить. Ему там дали костыль обычный. А вам дали костыль оптический. Очки. Так вот, человек не может на ножку наступить ни в комнате, ни на улице, ни зимой, ни летом. Ножка болит. И он не может ходить. А вы? Тут вижу, тут не вижу. Значит, всё у вас хорошо относительно. Просто зрительная система вот именно в этом месте или вот в этом даёт сбой. А раз она даёт сбой, нужна корректировка. Ну и, конечно, кто-то из вас, раз вы ходите на вебинары, по мне, возможно, кто-то уже был на каких-то вебинарах по зрению, да? И кто-то уже пробовал что-то делать. Но после долгих попыток натянуть мышцы, которые, как вам говорили, надо растягивать, и хаоса в голове, каким-то дыханием, какими-то поворотами головы, или массажем, вы сдавались и опять с облегчением надевали очки. А что же это за неведомая причина, по которой это происходило? Да просто потому, что у вас не было правильной, научно обоснованной методики. Вы не знали, что делать сначала, что потом, а что затем. И хорошие новости теперь для вас. Во-первых, не ваша вина в том, что вы поверили ошибочному мнению, что зрение исправить нельзя, особенно возрастной. Потому что даже врачи-офтальмологи сами в очках и не стараются зрение исправить, и вам внушают, что это нормальное явление. А сейчас многих из вас начинают уговаривать на операции под таким красивым названием лазерной. И многие из вас начали думать, а вдруг правда, посидишь пять минут и прозрел. Друзья, посмотрите на врачей-офтальмологов. Да они же все в очках. Ну, если бы операция спасала пять минут и все, видишь, ну, наверное, себе бы сделали. Э, нет. Они прекрасно знают, что операций без последствий не бывают. и нет тех операций, которые бы зрение человеку дали сто процентов. В лучшем случае, в лучшем случае хотя бы двадцать процентов. Так зачем же рисковать? Да еще и деньги бешеные платить за повторные к тому же операции. Миллионы людей во всем мире подтверждают факт. Зрение можно и нужно исправить. И не возраст, не ваша зрительная проблема не является препятствием. Поэтому, если вы готовы менять свою жизнь прямо сегодня, я вам и расскажу, как же исправить лизорукость, дальнозоркость, остеоматизм, косоглазие и избавиться от болезней глаз. Итак, пять основных законов идеального зрения доктора Пейтса. Первый закон, который теперь вам станет понятен, если вы вспомните лестницу. зрение – это психический процесс. Для того, чтобы хорошо видеть, надо тренировать не мышцы, это не гимнастика для вас, о которой твердят те, которые что-то слышали об этом. Нет, друзья, это пробуждение мозга. А для пробуждения нужна визуализация, воображение, много кое-чего еще. Но об этом на курсе, потому что сразу ни за час, ни за два вам это не понять и не рассказать. Все это постепенно. Но еще раз посмотрите, еще есть одна маленькая картиночка, да, внизу. Если кто видит, посмотрели, там фигура трехсторонняя. Вот если вы сейчас глянете, то вам может покажется, что верхняя сторона, она находится вверху. но кто-то из вас вполне возможно увидит ее внизу. А кто-то увидит и вверху, и внизу, смотря как смотреть. Напишите, кто из вас как видит. Кто видит верхнюю, верхнюю, как вам вначале может показаться, сторону вверху, а кто внизу. Вот это еще будет одна маленькая тренировка на пробуждение мозга. Давайте, друзья, пишем. просыпаемся. Время еще не очень позднее для некоторых. Ну, конечно, для некоторых поздновато. Но, тем не менее, просыпайтесь и давайте писать. Хотите видеть? Вот. Зоя уже все поняла. И вверх, и вниз. Друзья, смотрим и видим. И вверху, и внизу. И вверху, и внизу. Что же, только три человека видят картинку? Остальные нет? Ну, напишите. Не вижу картинку. Нет. Запомните. Когда-либо не произносите слово, что вы чего-либо не видите. Это запретное слово. Вы всегда должны говорить. Я вижу. Я вижу это чуть лучше, а это вижу еще лучше. Молодцы. Вот. Сразу видно, что проснулись. Сразу видно, что проснулись. И мозг пробудили. Уже вверх и вниз. Вот, друзья, как все быстро происходит. Методика, которую я преподаю, она очень быстрая. Она не растягивает выздоровление на воды. Нет, друзья, это все гораздо быстрее. Но немножко надо для себя потрудиться любимых. А сейчас, сейчас, перед тем, как перейти к вебинару дальше, я хочу показать вам один прием. Во-первых, вполне возможно, что вы, многие, пришли только с работы и хотели бы дать отдых своим глазкам. А тут такой интересный вебинар, поэтому с этой точки зрения будет очень полезно. И другой прием, который вам даст понимание того, а что, собственно говоря, как работает эта методика. Но самое важное, что вполне возможно, многие из вас сейчас, прямо сейчас, хоть на мгновение, но увидят лучше. Значит, что мы сейчас делаем? Во-первых, прием вы будете делать с закрытыми глазами. Перед тем, как его делать, значит, посмотрели на какой-либо предмет у себя дома. Может быть, это тетрадка, может, это книжка, может, это часики. И какой-то предмет, который вы видите, но хотели бы видеть чуть лучше. То есть с трудом. Не то, что совсем не видите, но вот как-то не слишком четко. Посмотрели, запомнили. А теперь поставили локти на стол. Сложили ручки, вот так. И надели себе на глазки. А ручки поставили на стол. Вернее, локти. И надели на глазки. Приспособили ручки так, чтобы свет не попадал. Если свет не попадает, глаза закрыли. Итак, ваша поза сейчас. Локти стоят на столе, руки на глазах, глаза закрыты. И находитесь в такой позе. Все. Вы меня не видите, только слушайте. расслабили мышцы ног. Расслабили мышцы бедер. Расслабили мышцы живота. Расслабили мышцы груди. Расслабили шею. Носогубную складку. Веки. Все ваше лицо отдыхает. А сейчас мысленно представили перед собой мысленно белую стену или экран. Внизу стоит ведро с черной красочкой и кисточкой. И вы сейчас будете закрашивать белый экран в черный цвет. Накладывая одну полосочку рядом с другой. Все более и более черную. Итак, справа налево начинаем закрашивать. Первая полосочка черная, вторая еще чернее, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая самая черная. слева направо еще раз закрашиваем. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Сверху вниз еще раз закрашиваем. Первая полосочка, черная, вторая, еще чернее, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. С правого верхнего угла в левый нижний. Еще раз закрашиваем. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. С левого верхнего правой нижней. Еще раз закрашиваем. Первая полосочка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Мысленно отошли, подошли, поставили маленькую черную точку посередине черного закрашенного поля. А сейчас продолжаем сидеть, но вы отправитесь в путешествие, в мир, где все хорошо видят и имеют здоровые глаза. Вы тоже будете видеть хорошо, убрал очки и справа зрения. Вспомните на минуту солнечный закат, синее небо, зеленую траву, и розовое море. То особое ваше место, где вы чувствуете себя спокоен, счастливым. Назовем это место покоя. Представьте, что вы видите перед собой воздушный шар. Вы смело влезаете в корзину шара с чувством полной безопасности. Шар медленно поднимается и направляется в ваше место покоя. Вы опускаете в свое место покоя, осматриваете его и отчетливо видите. Каждую травинку, каждую песчинку вы видите все лучше и лучше. Белки вашей глаз быстро светлее, становятся ярко светлыми, как снег под лучами и яркого солнца. Теперь вы знаете, что ваши глаза могут хорошо видеть. Очки им очень мешают, и вы понимаете всю ценность глаз для вас. И то, что вся красота мира теперь будет открыта для вас. С сегодняшнего дня вы начинаете свою заботу о своих глазах. С каждым минутом вы будете видеть все лучше и лучше, если узнаете, что для глаз хорошо и правильно, как исправить зрение, как помочь своим глазам. Огромная, колоссальная энергия вливается в ваши глаза. Впереди ваша жизнь, долгая жизнь ваших глаз. Видеть – это хорошо, но хорошо видеть – лучше. Вы возвращаетесь в настоящее время и место, чувствуя себя все лучше и лучше. А сейчас, не открывая глаз, отняли руки от лица и сделали глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох и на выдохе открыли глаза, поморгали и посмотрели вокруг. Ну, поморгали и посмотрели на тот предмет, который вы запомнили перед тем, как делать этот прием, который я называю «пайминг» – английское слово «ладонь». Посмотрели, поморгали, посмотрели, поморгали. И, о чудо, кто-то из вас прямо сейчас увидел луч. Если это произошло, пишем плюсики. Отлично. Пишем плюсики. Ну, кому не получилось, пишем минусы. Ставим плюсики. Плюсики, я вам все расскажу, что это для вас означает. Все те, которые делали. Что ж, Альфия только одна делала. Остальные спят, спят, спим. Далее, друзья, далее. Ну вот, Зоя, наконец-то у вас получилось. А вот у Маги не получилось. Хотел и получилось. Сейчас расскажу, что означает. Всем тем, у кого получилось, это еще раз подтверждаю, что ваши глаза живые, они видеть могут, и вы очень быстро исправите зрение. У кого не получилось? Ну, не получается с первого раза у многих. И что? Получится со второго Мага. Получится с третьего, Людмила. Ну, обязательно получится. Потому что это, во-первых, упрощенный пальминг, это название тому приему. Ну, уж как получилось, удалось ли вам немного снять напряжение или нет. Поэтому и нужна эта методика, чтобы у всех получилось сразу, сразу мало у кого получается. Отлично, молодцы. А теперь, друзья, вспомните о себе. Подумайте о себе. И вспомните. Как вы думаете, почему лично у вас ухудшилось зрение, если оно когда-то было нормальным? Какую причину вы находите? В чем находите причину вашего личного ухудшения зрения? И написали. Кто как видит свою причину? Или чувствует? А может, слышит? Кто какую причину чувствует? Что, друзья, у вас? Что, друзья, у вас? Ну, вообще-то меня слышно. Шея болит. Это значит, если во время пальминга шея заболела, это говорит, вы неправильную позу приняли. Вам нужно очень спокойную позу, локти поставить удобно. Ну, в общем, это все на курсе я учу. Ага, экран компьютера. Да. Ну, оказывается, у компьютера, Людмила, есть ручки, чтобы достать и сделать что-то с вашими глазками. Нет. Компьютер и какие-то другие приспособления или книга не могут ухудшить зрение. Это вы. Вы что-то делаете неправильно. Вы работаете с компьютером неправильно. Вы не знаете, как на него правильно смотреть. Да, вы, конечно, удивитесь, а как, а что, оказывается, надо правильно? Да, друзья. Ведь за последние 30 лет у человека появилась невероятная нагрузка на глаза, когда он работает на близком расстоянии. И читает, и смотрит телевизор, работает с компьютером. И мало кто знает, а что делать для того, чтобы снимать вот эту нагрузку. И глаза, это всё за 30 лет, последние, да? Вот. А не за 3000 лет, ну, их или более. И, конечно же, наши глаза ещё не приспособились к этому. Они устают. А вы не знаете, что делать, чтобы не уставали. Так. Кто ещё? Ну, да, они практически не отдыхают. Глаза. Они не должны отдыхать. Они должны просто правильно работать. Это очень интересный феномен нашего зрения. Наши глаза, оказывается, работают даже ночью. Вот многие из вас, наверное, такую фразу произносили. Я вижу сны, да? Кто такую фразу о себе знает? Ну, или вообще, кто видит сны? Вот если кто видит сны, я вам задаю вопрос на засыпку. Скажите, чем вы видите? Вы же не сказали, я слышу сны. Вы не сказали, я чувствую сны. Вы сказали, я вижу сон. А что значит сон? А сон — это означает, что задей... вижу. Вижу. Это означает, что задействовано зрение. Итак, давайте всё-таки найдём истинную причину ухудшения зрения. Вы скажете, да зачем она нам нужна, да? Да давайте нам что-нибудь, чтобы мы сейчас поупражняли, кроме пальминга. Мы тут сразу все прозреем. Эй, нет, друзья. Вот не зная причину, мы не можем подобрать способ её устранения. Вот если для львов, например, пишет... Татьяна пишет шейный остеохондроз. Татьяна, вы уверены, что если вы шейный остеохондроз уберёте, вы будете лучше видеть? Вы уверены? Я нет. Почему? А вот сегодня вы узнаете, почему. Вот. То же самое из вас, которые ссылаются на компьютер. А если вы не будете смотреть в компьютер вообще, вы улучшите зрение? Вы сомневаетесь? И я сомневаюсь. Видите? Без причины невозможно найти способ питания. А если мы вообще есть не будем, ага. Можем видеть хорошо? Попробуйте поголодать. А вдруг зрение улучшится? Я не уверена. Итак, друзья, перейдём к причине. Как работает для того, чтобы узнать причину и подобрать же способ её устранения? Надо её знать. Ну, во-первых, в первую очередь нужно знать, как работает вообще зрительная система. Как устроен человек. Вы знаете, вот мы все общаемся между собой, да? И очень часто встречаем людей, которые знают, ну, обо всём. А некоторые, ну, до такой степени специалисты, к примеру, ну, всё знают об автомобиле, другой всё о смартфоне. Третий там ещё о чём-то. Но когда задаёшь вопрос, а как устроен наш организм, как вот тут всё у нас работает, да? Ну, то есть люди абсолютно перестали интересоваться тем, как устроен человек. А если вы не знаете, как у вас всё работает, то как же ж устранить это? Как? Так, вот химический ожог – это травма. За травму не будем говорить. Травма, она есть травма. Вот. Бета-каротина, Татьяна, я вам дам сегодня, вы будете за 10 рублей пополнять бета-каротин каждый день полностью. Но зрение от этого улучшится? Нет. Вот поверьте мне, от этого зрения может только, если вдруг вам поставили диамас, куриная слепота. Это недостаток витаминов. В сумерках человек не видит. Вот если это есть, то каротин поможет. А чтобы настроить нарезка из глаза – нет, не поможет. Итак, друзья, у меня сегодня очень мало времени. Я пала рассказывать о зрении, я могу рассказывать день-два и так далее. Вот столько о нём можно рассказывать. Но мне очень мало времени дали. Сейчас, одну минуточку. Я сейчас спрошу у организатора, когда мне надо заканчивать, чтобы я уложилась. Это если мне обычно даётся всегда времени более двух часов, потому что знают, насколько это интересная тема, и все хотят всё получить ответы. Сейчас я узнаю, что у меня тут. Ага. Ну, хорошо. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Итак, значит, посмотрите на чёрно-белую картинку. Как устроены наши глазки? Как работает наша зрительная система? Обосновал работу нашего зрительной системы ещё 150 лет назад немецкий физик Герман Мюнгельс. Он предположил, что наши глазки – это что-то своеобразное, какое-то оптическое устройство. Они имеют круглую форму, внутри жидкие, впереди имеются отверстия. Зрачок. Для того, чтобы чего-либо не попадало в глаза и вообще многие другие ещё функции, о которых не будем говорить, зрачок прикрыт такой прозрачной плёночкой, называется роговица. Откнули пальчиком глазик на неё и попали, это роговица. С другой стороны, прикрыт таким прозрачным, продолговатым телом, как называется хрусталик. Так как же человек видит лучи света, отражаясь от какого-либо объекта, проходят сквозь роговицу, зрачок, хрусталик. И для того, чтобы человек вообще что-либо видел, лучи света должны пронизать полностью глаз и оказаться на внутренней поверхности, внутри глаза, напротив зрачка. Там у нас находится аналог, там у нас находится аналог потоплёнки, которая сделана по аналогу этого нашего глазика. Светчатка – это светочувствительная сетчатка. Это от неё зависит, будет ли видеть человек вообще. Если с ней что-либо случится, любой светчатку до лампочки. Итак, значит, лучи света должны попасть на сетчатку, но не просто попасть, а сфокусироваться, сконцентрироваться в точку, как на первой верхней чёрно-белой картинке. И если это произойдёт, вы видеть будете. Вне зависимости от того, сколько вам лет. 2 или 92. Но мы же не смотрим постоянно на одно и то же расстояние. То на 50 см, то на 500, бросаем взгляд и хотим видеть везде хорошо. Правда? Правда. Вот кто работал с фотоаппаратом, тот знает, что есть в фотоаппарате для того, чтобы можно было сделать хороший снимок. Да? Правильно. Там есть объектив. Помните? Нажал на кнопочку, он выехал. Нажал на кнопочку, он не ехал. А в нём дополнительная линзочка. Она то приближается, то отдаляется. И хорошие снимки появляются. И для того, чтобы хорошо видеть на любом расстоянии, у нас в глазиках что-то должно двигаться. Что же там движется? Оказывается, у нас движется хрусталик. Он выгибает свою спинку. И у нас движется глаз. Нужно посмотреть, вблизи он вытягивается, как огурец. Вот как на третьей нижней картинке. Нужно посмотреть вдаль. Он уплощается, как на второй черно-белой картинке посередине. И таких движений вместе с хрусталиком глаз делает до 150 раз в секунду. И если это будет происходить, вы видеть будете. Вне зависимости от того, сколько вам лет. Но вот вы замечаете, к примеру, что бегущую страху в телевизоре вы хорошо видите. Но вот газету от себя надо отодвигать все далее и далее. Вот вы идете к врачу, врач говорит, о, так ваша дальнозоркость. А если вам около 40 и старше скажет, возрастная дальнозоркость. И на ваш вопрос, а почему, врач скажет, ну что же вы хотели в свои 40 лет? Вы слишком стары для того, чтобы хорошо видеть. Вот глаза и стали вам отказывать. Кстати, на один такой ответ врача, один мой курсант спросил у врача. Ну вот скажите, пожалуйста. Вот у меня один глаз хорошо видит, а второй плохо. Что? А один остался молодым, второй постарел. Врач говорит, ну не знаю я почему, у вас конкретно ухудшилось зрение. Но вы видеть хотите, он говорит, да. Вот вам очки, видите, вижу. Вопрос исчерпан, можете быть свободны. Так вот, значит, он скажет вам, если вы все-таки будете настаивать, он вам скажет, что ваш глазик потерял круглую форму и уплощился. Вот как на второй картинке. И стал мало двигаться. И хрусталит мало двигается. Плохо движется. А что произошло с оптической системой? А теперь лучи света, если вы доходили, концентрируется у затылка. А на сетчатке размытое пятно. И на ваш вопрос, а что же теперь делать, расскажет. Вот вам очки. Спокойно, успокойтесь, это не лечится. Другой случай. Когда, к примеру, вы читаете книгу на нормальном расставе, не все хорошо, но вот берущая строка в телевизоре вам не видно. И тогда вам ставят диагноз, дальнозору, близорукость. И врач назовет те же самые две причины. Первое. Глаз потерял круглую форму, вытянулся, как на третьей картинке нижней. А хрустовик плохо выгоняет спинку. Это еще называется аномалия рефракции. А что произошло с оптической системой? А теперь лучи света концентрируются внутри глаза, а на сетчатке размытое пятно. И на ваш вопрос, что делать, расскажет. Вот вам очки. Очки. И все. И на этом все закончится. И вы пойдете и будете думать, что это, ну да, а что же теперь делать? Но на самом деле вполне возможно, многие из вас решат, что теперь придется смириться. Друзья, смириться – это ожидать, что с возрастом или с тем, чем дальше вы будете надевать очки, зрение будет ухудшаться. А кстати, вполне возможно, что вы думаете, что зрение можно остановить на какой-то период. Вот кто думает, до какой степени может зрение ухудшиться? Вот какое у вас мнение? Есть ли какая-то вот ступенька, до которой зрение доходит, и все, и больше не двигается? Стоит и вот этого достаточно. Либо кто-то думает по-другому, что зрение ухудшается, до полной слепоты. Кто из вас как думает? Пишем. И вы, конечно, хотите знать, почему же так произошло? Вчера хорошо видели, а сегодня стало хуже. И почему вчера глаза нормально двигали, все хорошо, правильно, Надежда? А сейчас перестали нормально двигаться. Ну, вы, конечно, знаете, благодаря чему у нас все движется. Ручки, ножки, пласки – это же, конечно, мышцы. Мышцы. Они отвечают за то, чтобы что-то двигалось, какой-то орган организма нашего двигался. И вот мышцы глаз. Две поперечные. Они сжимаются для того, чтобы мы могли смотреть вблизи. А в это время их продольные не держат. Если нужно посмотреть вдаль, продольные сжимаются, облащают глаз. Но поперечные не держат. И происходит некий ритм. Мышцы сжимаются, разжимаются, сжимаются, разжимаются, сжимаются, разжимаются. Группа мышц. А близорукость происходит тогда, когда две поперечные мышцы напряглись, сжали глаз, вытянули его, и так и остались. В напряженном состоянии. И не дают возможность глазам далее двигаться нормально. А дальнозоркость наоборот. Четыре поперечные мышцы схватили, как вроде бы они поставили машину на ручной тормоз. И все. И движение остановилось. Вернее, движение есть. Но оно совсем не такое, какое должно быть. Оно уже нерегулярное. Вы спросите, ну а это-то почему? Ну мышцы же сами по себе не работают. Правда? Правда. Конечно, и вы прекрасно знаете, что работу мышц у нас регулирует не только мышц, а всей жизнью человека, всеми органами у нас руководит нервно-психическая система. Помните такую поговорку? Все болезни от нервов. Да? Так вот, для глаз это не 100%, это 1000% и более. Почему? Да потому, что у нас в головном мозге есть два зрительных центра. И у нас не зрение, а зрительная система. Она включает глазки, мышцы и нервно-психическую систему. И если вы хотите хорошо видеть, то нужно работать с системой. А если зрение ухудшилось, это говорит о том, что у вас в большей или меньшей степени больна нервная система. Это она дала сбой. Но у нее что-то произошло, из-за чего она перестала нормально регулировать зрительную систему. И вы, конечно, хотите знать, а что же произошло? Что бы это могло быть? И, конечно, вы тоже это знаете. Это большие или малые стрессы, с которыми человек не справился. А потом зафиксировал очками. И вот наша зрительная система, ее можно сопоставить с термоментом. Как только вы разгерничались, зрение всегда ухудшается. Помните даже такое выражение? Все поплыло перед глазами. Но как только вы успокоились, зрение опять хорошее. Но оно хорошее только у тех, кто не использует очки. А кто использует очки уже сейчас, он не дает возможности своим глазам нормально работать. А еще прошло много времени. Прошло много времени, и в глазах начались некие процессы. Какие? Ну вот, чтобы, еще раз повторяю, для того, чтобы зрение справить, нужно работать и с ласками, и мышцами, и с нервно-психической системой. Так какие же процессы могли начаться в глазах? А в них могли появиться различные признаки, которые являются заболеваниями. Глаукома, катаракта, отслоение сетчатки. Что же это за болезни, которые не преследуют людей с хорошим зрением, а только те, у кого зрение слабое? Например, глаукома. Как вы знаете, каждая частичка, каждая клеточка нашего организма должна питаться и выноситься продукты жизнедеятельности. Так вот, если мы будем рассматривать наши глазки, то, оказывается, и питание это приносит и уносит кровеносная система. Да? Ну, вы это прекрасно тоже знаете. Так вот, кровеносной системы в передней части глаз нет. Почему? Ну, глаз, какой кровь-то мутная. И алло света должен пройти по полностью прозрачному пространству, чтобы можно было информацию считать. Да? Так вот, а глаз питать надо? Надо. И природа устроила очень интересный способ питания. Вот между роговицей и зрачком есть такая ее маленький мешочек. А в него входят два канала, входной и выходной. Тольше, чем человеческий волос. По входному каналу движется жидкость прозрачная. Кап-кап-кап. Отработала и вышла. И от рождения у человека уравновешено давление в глазах. Но вот, человек замечает, что у него зрение ухудшилось. Это говорит, что у него какая-то группа мыслей находится в напряженном состоянии. А между мышечным пространствами проходят эти каналы и кровеносные сосуды. И каналы начинают перекрываться, сужаться. Но самое плохое, что сужаются неравномерно. И что происходит? К примеру, жидкость кап-кап-кап, а оттуда нет-нет-нет. Повышается давление, давит на хрусталик, он еще хуже работает. Дальше, давив на сетчатку, она выходит из строя. В конечном итоге погибает зрительный нерв. Опускается черный занавес. Гла-у-комба. Как медицина помогает в этой ситуации? К примеру, если вдруг перекроется выходной канал, вот когда появится боль. Это невероятная боль, здесь нужна скорая помощь, приезжает скорая помощь, и если у человека есть 2-3 тысячи долларов, везут его в больницу и говорят, будет делать операцию по гла-у-комб. Что она из себя будет представлять? Проделают отверстие в руховице, спустят листничную жидкость. До следующего раз. Канала-то нет. Так вот, а когда наступит следующий раз? Да как кому повезёт? Может, через год, может, через месяц, может, через неделю. Зрение при этом не восстановится даже на 1%. Там всё погибло. А операцию надо делать. Ну, классно, надо поддерживать здоровье. Вот это есть ла-у-кома. Стоит на втором месте в мире после потех. Катаракта. А это те невыведенные шлаки, которые остаются в глазах и постепенно оседают, постепенно человек начинает ощущать какие-то мушки, точки, её сеточку, туманчик. И в конечном итоге полностью прозрачный хрусталик становится мутным. Что делает медицина? Она предлагает разрезать глаз, вытащить родной хрусталик, туда поставить протез. И только вот внизу показан этот протез. Стёклышко, либо пластик. И только после операции человек узнает, что он теперь будет жить как робот. Никаких таких наклонов. Ни таких, ни таких. Полтора метра до горячей печки. Полкило веса поднять нельзя. Почему? А посмотрите на тот рисунок. Видите? Там такие усики. Это распорочки. Которые устанавливаются в такой мешочек, который они туда его вставляют. И малейшее сотрясение. Он сходит с места. И опять наступает слепота. Вот, друзья, что такое, когда человек имеет плохое зрение. Вот какая опасность ожидает любого человека, если у него слабое зрение. А что же методика, которую я преподаю? Друзья, она делает чудо. Какое? Обыкновенное. Она запускает работу глаза. То есть снимает напряжение с мышц. Дальше запускается в работу глаза. А далее происходит настройка на резкость. И все это пошаговая методика. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. Не пропуская ни один. И тогда вы будете видеть хорошо. А куда же денется глаукома-катаракта? Я не хочу сказать, что она уйдет завтра. Нет. На каналы-то начнут прочищаться. Но шлаки-то начнут выходить. И рано или поздно у вас снимут диагноз катаракта или глаукома. Но для этого надо что-то для себя сделать. И вот это препятствие для многих становится камнем преткновения. Но привык человек к очкам. Но не хочет он для себя чего-либо делать. Но раз не хочет, и надеется на врача. А врачи прекрасно это знают. Поэтому они уговаривают людей на эти дорогостоящие операции. А реклама фальшивая. Она говорит о том, что пять минут и человек прозрел. И это неправда. Это абсолютная неправда. Поэтому хотите сохранить свои глаза в целости, сохранности, в отличие от разрезов глаз, воспользуйтесь той методикой, которую я преподаю. А я ее отработала в течение 10 лет. Плюс я еще дополнительно сейчас сделала онлайн-портал, аналогов, которых в мире нет. Потому что я два года разрабатывала еще специальные тренажеры для глаз, видеотренажеры, которые ускоряют исправление зрения в 10 и более раз. Кто в опасности? Ну, во-первых, все те, которые достигли возраста 40 лет, учащаются. Повышенное внутриглазное давление, наследство, артрит, диабет, болезни сердца, стрессы, плохое питание, курение, алкоголь. Кстати, близорукость в 2-3 раза увеличивает риск. Но кто использует компьютеры, вот ученые говорят, что подвержены больше риску по поводу волкомы, особенно близорукий. Лаукома стоит на втором месте в мире после поте. Ее называют тихим вором глаз. Почему? Да потому что признаки у лаукомы, они не безболезненные практически. А когда заболит, то уже бывает поздно. Так, времени так мало. Итак, зрение ваше зависит от... Вот сейчас я вам дам несколько приемов работы с... Несколько приемов работы с компьютером. Для вас это очень важно. Ну, о том, что зрение зависит от визуализации, это мы на курсе говорим, об этом сразу не скажешь. Итак, первый закон глаз — это движение. Хотите сохранить свои глаза, снимать постоянно усталость? Ваша задача что же делать? Вот вы смотрите на монитор, ну, переводите периодический взгляд то за монитор, то на свои ручки, то посмотрели вдаль, то вблизи, не играет роли, на какое расстояние как. Важно, чтобы вы своими глазками постоянно переводили с точки на точку, при этом моргая. Потому что во время моргания снимается напряжение с кристаллика дополнительно, и вымываются шлаки, которые и есть признаки катаракты. Так вот, как можно чаще отводите свои глазки от монитора, когда вы работаете. Если вы хотите быстро снять усталость с глаз во время работы, то можно сделать еще такой прием. Смотрите сейчас на меня, к примеру, да, и одновременно попробуйте увидеть уголок монитора. Смотрите на меня, но боковым зрением видите уголок монитора. Потом, если это получилось, смотрите на меня и видите два уголка монитора. Если это получилось, попробовали увидеть четыре уголка монитора. И вы вполне возможно, сейчас, прямо сейчас, почувствуете, что вы сняли напряжение. И вот таким образом вы снимаете напряжение. Почаще моргайте, делайте пальму и переводите взгляд с расстояния на расстояние, с точки на точку. Вот эти упражнения уже сами по себе в состоянии дать вам улучшить зрение и держать ваши глаза в нормальном состоянии. Но об этом не надо забывать. Правила пользования очками. Друзья, если у вас очки выписали только для того, чтобы вы читали, вот и читайте. А если выписали для того, чтобы смотреть вдаль, смотрите только вдаль. Ни в коем случае не носите очки, а используйте только для того, чтобы посмотреть. Вы скажете, а как же так, снимать, одевать и так далее. И почему? Да потому, что линза, которая стоит в ваших очках, для того, чтобы посмотреть вдаль, вогнутая, а для того, чтобы читать выпуклая. И когда вы смотрите через выпуклую линзу, то же вы в очках, да, вдаль, либо наоборот, через вогнутую, потому что вы в очках линзу смотрите, вы в это время рушите свою оптическую систему. Вы скажете, так и как же, как же, вот то это получается, надо снимать, очки надевать, это так неудобно? Да, друзья, это неудобно. Но если вы хотите, чтобы было удобно, нужно иметь свои глаза, а не пользоваться оптическими костылями. Это возможно. Преимущество моей методики, которую я преподаю, на которую я вас приглашаю, безопасность, безболезненность, без побочных эффектов, легко, приятно выполнять, исправляя зрение до 100%, если вы захотите, быстрое, первый результат уже на третий день, нет, на первый, если вы сегодня увидели лучше, то вы уже увидели на первый день. Вы представляете эту быстроту? Без врачей, без больниц, без операций, недорого. Что я вам предлагаю? У меня есть тренинговый онлайн-портал. Это своеобразный виртуальный санаторий, в отличие от больниц, где лечат, только непонятно, когда вылечат, где используются только самые лучшие, эффективные природные факторы и способы естественного восстановления зрительной системы. Что значит естественной? Это когда зрительная система, которая у человека невероятно устойчивая и самовосстанавливающаяся, мы ей даем возможность это сделать. И вы это сделаете. Она это сделает. Ну и как в каждом санаторий есть различные процедуры. И работа с солнцем, и терапия, и тренировка зрения, и система релаксации, и растения, и правильное питание, и помощь глазам, и водные процедуры, и свежащее дыхание, зал видеотренажера уникальный. И много-много еще чего. Ну и, конечно, доктор, который направляет и ведет вас из тьмы к свету. То есть наставник. Как происходит обучение? Простые, легко выполняемые инструкции на каждый день. Смотрите видео, работайте с тренажерами для глаз. Описание тренингов подробное, понятное. Можете задавать вопросы по материалам, писать свои комментарии. И все это я вижу. И в этом портале каждому материалу. И все и отвечаю. И вы видите, что делают даже другие ученики. И так далее. Уникальность и новизна моей методики. Разработанные мною новые видео тренажеры для глаз ускоряют исправление зрения в 10 и более раз. Авторские приемы улучшения зрения при помощи визуализации. Тренируем не мышцы, а пробуждаем мозг, зрительную систему. Ну и конечно же вы знаете, насколько лучше заниматься под руководством наставники. Ведь включается фактор мотивации, появляется уверенность, что вы в правильном направлении движетесь. Всегда можно обратиться за помощью консультации. Обучение проходит несколько этапов. Есть базовый курс, который 10 дней, который я вам и предлагаю. Есть расширенный. Какой был результат базового? Вы улучшите зрение, избавитесь от очков линз, будете читать без очков, оздоровите глаза от катаракты в лоуком, овладеете зрительными навыками для того, чтобы читать, вводить автомобиль без очков, работать за компьютером без устали. Это комплексный процесс. Сначала запускаем зрительную систему, чтобы глаза пришли в норму, затем устраняем слабое зрение. Тут идут невероятные тренинги, уникальные. Но иногда так бывает, что человеку достаточно запустить глаза. Все, процесс пошел. Ну, этот тренинг уже хотелось показать вам, что же значит настройка на резкость. Но время поджимает. Друзья, для вашего удобства, внимание, базовый курс вы получите в записи. Уже прямо сейчас. Ознакомитесь, начнете занятия, затем приступите к работе в тренингах онлайн-портале. Вы мне напишите, и я вам его открою. Либо наоборот, вы получите все данные для доступа в онлайн-портал, мне пишите, и я вам еще и дополнительно даю записи. Это практично. Вас не привяжет к какому-то сроку. Когда будете готовы, регистрируйте сервисы. Можете восстанавливать зрение всей семьей. Главное начать, чтобы не было поздно. Легко ли освоить методику? Да. Понятно? Да. Не скучно? Нет. Исправите зрение? Да. Сохраните? Ну, конечно. А для чего же тогда? Сколько времени потребуется? 10-15 минут в день, чтобы работать с глазами. Хотя в начале курса надо будет делать приемы, работать с тренажерами 5-3-5 раз в день. Но это же всего по 5-7 минут. Пусть это утром, пусть это вечером. Любое время можно заниматься глазами. И возле компьютера, во время прогулки, в транспорте, по дороге домой, телевизор, компьютер. Вот я три приема сделала, пока читаю лекцию вам. А мы не заметили. Все в автоматический режим. На третий день буквально все автоматически придет. Вы научитесь правильно смотреть. И вам не нужно будет какое-то особое время выбирать для того, чтобы работать с глазами. Да, конечно, тренажерами надо же сесть и посмотреть, как это все делать. Вы не будете тренировать глаза. Вы будете наслаждаться своей способностью все помнить и видеть. Зрение – это естественный процесс. И вмешиваться в работу глаз вам не придется. От вас будет требоваться только одно. Отпустите на волю свои глаза. И зрение восстановится. Система пошаговая. Один-два урока в день. Тренируете зрение на работе, прогулке, дома. Вы скажете, а как же гарантии? Как я могу быть уверена в том, что мне получится? И я даю вам гарантию. Практика, результат, поддержка. Я поддержу вас в ваших начинаниях. Буду отвечать на все вопросы всегда. А не так, как некоторые говорят. Ну вот, мы в течение месяца, а дальше вы сами по себе. Нет, друзья. Так невозможно делать. Сто процентную гарантию практики результаты. Даже если вы в очках 10 и более лет. Даже если стигматизм, а соблазие. Даже если вы не верите. Даже если терпели неудачу на других курсах. Поддержу вас как участника. И вы получите гарантированные результаты в улучшении зрения. Если вы готовы приступить к восстановлению зрения, жмем на кнопочку «Заказать». Внимание! Акция для участников вебинара. Базовый курс предлагается со скидкой 30%. Это вот та сумма, которую вы видите, она уже со скидкой. Что вы получите? Первое. Запись 5 видеоуроков по 45 минут. Ознакомительную лекцию о методе. 5 тренировочных зрительных таблиц. Методическое пособие. Доступ в онлайн-сервис на 10 дней плюс 5. Доступ в закрытую группу в скайпе. Вот доступ в онлайн-сервис сам по себе у меня дороже. А у вас это все в комплекте. Все за ту цену. Если вы захотите, дополнительно, ну, кому надо, тот напишет мне подборку. Я вам дам подборку рецептов лаукомы катаракты, хотя это все есть в сервисе. Либо детский видеокурс восстановления зрения для детей до 9 лет. Вы мне напишите, это все для вас бесплатно. Итак, что вы еще получите? Мою пожизненную консультацию, а не на месяц, а не на два. Я помню всех своих курсантов. Это удивительно, но факт. Такая же память будет и у вас. Спрашивайте. Консультируйтесь. Идеальное зрение. Это Богом данный вам дар. Почему же вы им не пользуетесь? Пользуйтесь на здоровье. Вы получите больше, чем просто курс восстановления зрения. Вы получите весь мировой опыт команды наставников бойца и преданность идее дать людям идеальное зрение, проецируемое в уникальный продукт искра света. Действуйте. Не оставляйте свои глаза без помощи. Ну вот, есть отзывы, но хочу сейчас еще вам кое-что показать. Отзывы можете почитать. У меня еще и для вас эксклюзивное предложение. Действует три дня. Но вот, к сожалению, я уже два вебинара перед этим почитала, на которые вы не попали. Поэтому остался только один день. Только на один день. Те из вас, которые сегодня нажмут на кнопочку «Заказать курс» и оплатят в течение суток, я каждому из вас дам бесплатную индивидуальную консультацию по скайпу. Это как настройка гитары или пианино, чтобы извлекать невероятные по красоте звуки. Есть ли вас лоукома, катаракта, болезни глаз. Если у вас очень большие нарушения, как минус восемь, вам необходима эта консультация. Я настрою вас, я вам расскажу, что именно вам в первую очередь делать, на что обратить внимание, а что делать потом. Это очень важно. Это дополнение к тому, что вы сегодня получите. перед вами три пути. Первый. Оставить все как есть и надеяться на авось. А авось пронесет. Но ведь может же быть поздно. Есть такое понятие, как точка невозврата. И если человек ко мне обращается и даже не видит свои руки, и спрашивает, вы мне поможете? Вы мне гарантируете? Друзья, что я могу сказать по этому поводу? Гарантии дает только Господь Бог. А когда человек не видит свои руки, ну там же все, почти погибло. Поэтому не дожидайтесь и не надейтесь на авось. Второй вариант. Сделать операцию по замене своего родного хрусталика на протез и ждать, когда же в следующий раз его менять. Либо воспользоваться моей методикой, которая избавит вас от очков и линз, оздоровит ваши глаза, глаукомы, катаракты естественным способом. Сохранит ваши глаза. Вот, пожалуйста. У вас три пути. Выбор за вами. Каждый человек имеет право на выбор и несет за него ответственность. Что выберете, то и получите. Ну вот, можете, конечно, почитать отзывы. Очень часто так бывает, что люди хотят знать, что там, как другие курсанты относятся. И вот у меня в группе в Скайпе. Иногда меня просят до того, как я еще не подключила к Скайпу, Асланек, ну, а вот можно с кем-то поговорить? Кому вы помогли? А то вот второй день я занимаюсь, и вот как-то я думаю, а поможет ли мне? Я говорю, да нет проблем. Я вас подключу к Скайпу, и вы сами задайте там вопрос. И вот вы увидите ответы. И вот перед вами вот эти ответы. Ну, например, вот Наталья отвечает, хочу рассказать свою историю. И по ходу к окулиста у меня обнаружили в лаукому. Сказать, что была в шоке, не передать словами. Поехала в Томск, мне там тоже поставили в лаукома. Ездила в гости в Тюмень тоже. Была в отчаянии, люблю читать, вязать, гаджеты, интернет. И вот на моем пути встретилась Светлана. Прошел год, диагноз лаукома был снят. Хотя везде пишут, что это неизлечимо. Это правда. Очень благодарна Светлана за ее неравнодушие и помощь. Благодарю Бога, что Светлана встретилась на моем пути. Друзья, такие слова, конечно, очень приятно читать. И, наконец, понимаешь, что дело, которому ты служишь, оно приносит пользу. Поэтому, друзья, хотите видеть, я вас приглашаю на свой курс. и надеюсь на то, что я не обману вашей надеждой. Вы видеть будете, я сказала. Итак, вопросы есть? Вот когда этот, когда лаз оперирован, обычно, Зоя, я как говорю, я не знаю, что будет с тем лазом, который оперирован. Тем более, если по замене хрусталика. Но в вашей ситуации нужно спасать второй глаз. Ведь если ведь на него упала вся нагрузка, а вы не знаете, что делать. Поэтому глаза, конечно, парный орган. И что делает один, то делают, то будут делать и второй. Но когда уже оперирован, власть, друзья, с чем работать? Сколько времени надо тренировать? О, это вопрос, Рафаэль, задают все. Все хотят знать, когда. Когда я себе восстанавливала зрение, я тоже спрашиваю, ну когда же, как когда, когда, ну неужели правда? Вот, теперь-то я понимаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, то задаю вам вопрос. Вот скажите, приходит человек, человека, да? Допустим, ему 20 лет. И он, допустим, всего 2 года, как у него зрение слабое стало, допустим, минус 2. И другой приходит, 40 лет в очках, глаукома, катаракта. Как вы думаете? И минус 8. Как вы думаете, что как будет, у каждого будет период восстановления зрения одинаково? Да нет, конечно. Да нет, друзья. Конечно, будет у каждого различным. Вот у меня при минус 2,5, у меня было плюс 3,5, мне понадобилось 3 месяца, чтобы я увидела феномены невероятного зрения. При глаукоме, вот Натали Еленова, которая написала при глаукоме, ей через 7 месяцев сняли Диана с глаукома. Самое интересное, если катаракта, у человека, то, как правило, зрение улучшается гораздо быстрее, чем снимают Диана с катаракта. Поэтому у каждого будет различно. Это зависит от мной. Все, друзья, у меня напоминание, что я уже забираю время у следующего спикера. Все, до встречи на моем курсе. Спасибо вам за внимание. Жду вас на своем курсе. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok